Доброго времени суток и сейчас я вам расскажу, как правильно хранить сырье для производства грибных блоков, то есть салоны. Будем говорить о соломином сырье. Вот то, что вы сейчас видите в кадре, это вы видите тюки. Так приблизительно выглядит тюк салона. В таком виде хранить его лучше всего, удобнее всего, потому что более просто и более удобно можно производить расчеты по тому количеству, которое нам будет необходим. Это стандартный разведенный тюк, который производит соответствующая техника. Вот так он выглядит. Сколько там из него получается блоков, честно говоря, вот у меня, например, на полтора кубовую емкость нужно 17 штук вот таких вот тюков. Поэтому расчет можно делать просто. На одну заварку, например, мне необходимо 17 штук вот таких. Таким вот образом я могу четко рассчитать, что на 10 заварок мне нужно 170 штук, на 100 заварок нужно 1700 штук. Ну и так дальше, в зависимости от того, в каком режиме вы работаете. Как вы видите, что вот эти тюки, они находятся под навесом. То есть под открытым воздухом, то есть под дождем и такими внешними воздействиями хранить это нельзя, потому что они приходят в полную негодность. В результате попадания влаги они будут зацветать, в них будет развиваться поражение бактериями и разными другими микроорганизмами. И это совсем не будет идти на пользу в дальнейшем для выращивания грибов. И в результате мы будем получать множество брака при производстве наших грибных блоков. Поэтому тюки нужно хранить только под навесом. И как вы сами понимаете, в дальнейшем при развитии вашего предприятия из разных таких возлагающих возрастают, как бы сказать, такие вот технические расходы. То есть для хранения большого объема, например, сырья для работы на один год, вам нужны соответствующие большие помещения для хранения, опять же таки, этого сырья. И это будет требовать от вас или создавать какие-то помещения, или использовать какие-то такие специальные приспособления, что там есть. То есть при планировке субстрата грибного, цеха грибного производства, нужно учесть тот момент, что большое количество сырья нам нужно будет где-то хранить под каким-то навесом. Здесь нет ничего такого особенного. Как видите, стены обшиты просто досками. Скажем, площадь этого помещения, ну так, навскидку где-то бы я сказал, где-то, наверное, метров 7 на 7 и высокой, ну где-то метра 3 фактически получается. Приблизительно вот на таком объеме получается вот здесь можно уместить около 350-400 приблизительно вот таких тюков, которые там фактически хватит на довольно-таки значительное какое-то время работы. И такое вот, видите, это уже из опыта известно, что при укладке вот этих тюков нижний слой нужно закладывать на поднятом таком состоянии. Здесь ничего такого умного, никакой там не пол. Тут есть бетонная стяжка, но все равно влага будет подтягиваться из самой земли, и блоки, ну не блоки, а вот эти тюки, они снизу солома будут подмокать, будут развиваться плесенью, будут поражать ее, и в результате, то есть не будет урожайности. Поэтому лучше любыми такими вот какими-то импровизированными способами сделать такой вот подъем, чуть-чуть поднять просто закладку вот этих тюков над поверхностью, чтобы они все-таки находили в сухом состоянии. Ну и не забывайте о том, что еще один такой из немаловажных факторов, то что там крысы могут, мыши в большом количестве могут развиваться именно в таких помещениях, особенно зимой. Поэтому применение средств для устранения и удаления этих животных будет абсолютно не лишним. То есть учтите тот фактор, что просто крысы могут повреждать, откладывать там, делать целые там кублы и так дальше. Если вы заметите такие вот явления, то настоятельно рекомендуется завести вам как минимум кота, но вряд ли этого будет достаточно. Есть специальные средства, там пакетики, которые раскладываются для того, чтобы прималки, которые будут уничтожать этих вредителей, чтобы они не повреждали наш материал. И приблизительно материал нужно заготовлять из расчета на один год. Потому что все равно при хранении приблизительно через год он приходит в свою такую вот негодность. Лучше всего, когда каждый год материал будет заготовляться свежий. Чем старее вот эта солома, тем хуже у вас будут результаты. Иногда бывает такое, что люди там забросили какое-то сельское хозяйство, у них там солома пролежала 10 лет, и они спрашивают, можно ли на этом материале что-то вырасти, использовать. Если вы просто такой материал за 10 лет возьмете в руки, он просто у вас будет рассыпаться на пыль, ну и понятно уже поражение грибками и разными там заболеваниями. Я думаю, что ничего положительного из такого материала у вас не получится. Вот фактически и все по хранению соломы. Она должна быть в тюках, их легко сосчитать. Вы четко можете определить, какое количество вам необходимо, какое количество заготовлять уже на следующий год. Ее так легче транспортировать, легче использовать. Ну и так дальше. Следите за каналом и желаю вам всего самого наилучшего. С вами был Макс Адер.